Особое мнение на 101FM Еще член региональной общественной палаты Про нее мы тоже сегодня поговорим И регионального штаба ОНФ В общем, это тоже важно Здравствуйте Я напоминаю, что вопросы нашему гостю Можно задавать через форму анонсов На нашем сайте Мы ждем, если они появятся в процессе Мы обязательно их озвучим Ну и напоминаю, что Помимо аудио и видеозаписей Сегодняшнего нашего разговора С Константином Вы через какое-то время можете Прочитать расшифровки на нашем сайте В разделе программы Особое мнение Ну, давайте такой мостик перекинем От недавно завершившегося разворота Обсуждали мы потенциальное создание В Кировской области Центра компетенций Который займется, я так понимаю Экспертной работой В вопросе об устройстве городской среды Если я верно поняла Вот вчера работу Предстоящей этого центра Возможно, его создание Презентовали на специальной секции В инженериуме Вятского госуниверситета Вы там были Если я верно понимаю Это такая история федеральная Центры компетенций Создаются по всей стране Причем в некоторых регионах Они уже успешно работают Просто они работают везде В разной форме Это так или нет? Ну, практически так В основном это создаются там Где на сегодняшний день Работает федеральная программа Комфортная городская среда И центры компетенции Создаются Минстроем Они рекомендованы для создания Лучше так Минстроем В различных формах На сегодняшний день Для того, чтобы Помогать Муниципалитетам Помогать региональной Власти Правильно Правильно Формировать Данную программу Правильно Формировать Проекты И работать С этой программой На сегодняшний момент То есть этот центр Он будет заниматься Именно экспертной работой То есть созданием Каких-то Механизмов Каких-то форм Распределения В виде денег Федеральных Или нет? Вчера как раз Очень много было вопросов А в какой форме Будет данный Центр компетенции По той причине Что есть Муниципалитеты Которые говорят На сегодняшний момент Как бы этот центр Компетенции Не вышел бы им боком Только по той причине Что это станет Еще один контролирующий орган Который будет с них Запрашивать запросы Которых и так Их у них немало Но с другой стороны Минстрой говорит Что нет Этот центр Он должен стать вам Помощником Это не должен стать Контролирующим органом Это должен быть Помощником Тех вопросов Которых вы Как муниципалитет Либо у вас Не хватает Специалистов Ну проще сказать Вы некомпетенты В каких-то вопросах Вы приходите В центр компетенции Запрашиваете Задаете вопрос Получаете на него ответ Он будет один Этот центр Он будет находиться В Кирове Да он будет один Он по всей вероятности Будет находиться В Кирове Потому что Киров это Все-таки региональный центр Да Но в каком форме Будет Покажет время То есть Вчера не договорились До этого момента Вот Вчера как раз Очень долго Много что обсуждали Очень много В рамках методических Рекомендаций Которые были Минструем представлены Формировали этот центр Какие он вопросы Должен решать В рамках Если он сформируется В рамках комфортной Городской среды В рамках каких-либо Других федеральных Программ Да Но в итоге Самое интересное Осталось Как говорят На потом И когда был задан Вопрос по поводу А все-таки В какой форме Это будет Этот центр компетенции Нам В форме Это какого В рамках Отдельного Юридического лица Либо это Проектный офис Либо это Какая-то Некоммерческая Организация Потому что В общем непонятно Он будет работать Под шапкой Что называется Правительство областного Или это будет Какая-то отдельная структура Да И кто содержать ее будет Да Вот как раз Вот этот вопрос Вчера никто не смог Ответить нам На сегодняшний момент Только по той причине Как-то сказали Что извините Этот вопрос Мы отдельно Обсудим Не с вами А обсудим С правительством области Именно там С руководящими Замами губернатора Да Только потому что Это представители Федерального минстроя Сказали Это представители Федерального минстроя Ну и на это подтвердил Министр ЖКХ Игорь Юрьевич Редькин Да По этому поводу Потому что Говорит До сих пор На сегодняшний день Ну еще пока Нет ясности Как этот центр Будет существовать Ну хорошо Ну хорошо Что нам рассказали По крайней мере Как это существует В различных других регионах Где уже это создано Например Если берем Перм Это отдельный проектный офис На который не выделено Никакое финансирование Но при этом Из бюджета Из бюджета Это не выделено Финансирование Но выделены отдельные ставки Ну как бы Не то что ставки Просто с каждого Департамента Там направление Да Взят человек Который входит В этот проектный офис И по мере надобности По мере поступления вопросов Это проектный офис Как я понимаю Собирается в Перми Например В Казани В Татарстане На сегодняшний день Это отдельная организация Созданная Республикой Татарстан Да В которой Находится 24 единицы Можно сказать 24 человека Да 24 человека На сегодняшний Есть руководитель И как бы Это самое На сегодняшний день Как сказал Минстрой Идеальный Центр компетенции Во всей Российской нашей федерации В Татарстане Татарстан содержит В смысле Бюджет Да конечно Это содержит Бюджет На сегодняшний день Да В Нижнем Новгороде Если не ошибаюсь Там сделана Как некоммерческая Организация Да Но в основном Каждому региону Дано право Самому создавать В какой форме Это будет Нет такой Четкой рекомендации Как это будет Либо это будет Проектный офис Либо это отдельная Организация Будет создана В виде юридического лица Либо это Некоммерческая Организация Будет создана Но на мой взгляд На сегодняшний день В Кировской области Есть два варианта Либо это проектный офис Если у нас нет денег На эту организацию Да А если Без бюджета Найдутся какие-то Именно финансы То это только Некоммерческая организация Потому что Создавать организацию В виде Какого-то нового ГУПа Либо еще Каким-то образом Да Ну это Приведет Приведет просто-напросто К нерабочей Организации Потому что Она будет работать Опять в рамках И 44-го ФЗ Да Если какие-то закупки Будет И контроль За ней будет Ну это маленькая Другая совсем Система Самое оптимальное Это некоммерческая Организация Либо проектный офис Ну некоммерческая Организация Либо проектный офис Но все равно С финансированием Каким-то из бюджета Ну вот смотрите Когда мы делаем Проектный офис В данной ситуации У нас В эту организацию Приходят люди Которые уже Получают заработную плату Они уже На каких-то должностях Находятся В министерстве строительства В министерстве ЖКХ В министерстве Там без разницы В каком-то других направлениях Да Их просто собирают Там В назначенный день Раз в неделю Ну раз в неделю Да Они собираются Обсуждают какие-то моменты Да Предлагают какие-то варианты Это же проектный офис Это рекомендательный характер Константин Вот какая история Если эти люди Будут сотрудниками Того или иного Министерства Или ведомства Они Понятно Что В решениях своих Все равно Будут не совсем свободны Они будут Наверное Как-то вот Ориентироваться На позицию Министерства Или ведомства Которые они представляют Ну и потом Невозможно собрать Проектный офис Только из сотрудников Там областного Правительства Муниципальных Каких-то органов власти Общественников Но они будут там работать На общественных началах На общественных началах Понятно Потому что Общественники Почему они должны Работать в данной ситуации На какое-то заработное плате Если это в рамках Проектного офиса А если мы с вами Берем некоммерческую организацию Так извините На эту некоммерческую организацию Надо будет выделить бюджет Ну грубо Некоммерческая организация Фонд капитального ремонта Это такой же Некоммерческая организация Да Которая конечно В рамках работы Отдельного закона Федерального Но на сегодняшний день Она Датируется Из бюджета Кировской области Это отдельные деньги Выделяются На штатные единицы Это отдельные Выделяются На обслуживание На бумагу На канцелярию Без разницы Здесь такая же Ситуация получится И если Создавать отдельную организацию На мой взгляд Одним миллионом рублей В год Эта организация Просто не сможет существовать И выполнять те нормы Функции Которые К ней Приписаны А сколько Сколько нужно денег На работу Я не знаю Это вот Ну по вашей оценке По моей оценке Как минимум Миллионов 10 Надо будет данной организации Выделять в год Это с учетом Затрат на заработную плату С учетом затрат На какие-то поездки Потому что Наработая в одном Кирове Ты не увидишь Что происходит В Белой холнице В Вятских полянах Или еще где-то Это все равно придется Как минимум Выделять Там с правительства Автомобиль На который будет передвигаться Для поездок по области Да И при этом Проектный офис В той форме В которой он должен быть Он должен проводить Какие-то учебные мероприятия Это все равно Надо привозить Тренеров Каких-то преподавателей Не знаю Сюда в регион Чтобы обучать Обучать На местах В муниципалитетах Людей Которые будут Которые отвечают За федеральные программы На местах За это же Комфортное Городское средо И без этого Никак Мы видим Это хороший пример Как в рамках Моногородов Когда Руководители Моногородов Мэров Проще сказать Вывозили в Сколково Их там обучали Обучение Все равно Потребуется И вот вчера Как раз Один из вопросов Был задан Мы без разницы Создадим Не создадим Но если даже И мы создадим То извините Мы создаем Мы же не кого-то Приглашаем С другого региона Руководить этим Проектным решением Вот этим заведением У нас будут местные Но местные На сегодняшний день Ничего Хочу сказать Плохого Но их надо будет Все равно Обучать Чтобы работать В том виде В котором Требуют Рекомендации Минстроя На сегодняшний момент Как минимум Они должны обучиться И на этом Минстрой сказал Что у них будет Отдельная образовательная Программа Для руководителей И персоналов Данного заведения А ну то есть Это будет уже Федеральный бюджет Оплачивать Это на наши плечи Не ляжет Это не от нашего бюджета Они отдельно Либо приезжают Либо в онлайне Либо там Каким-то другим способом Видеосвязью Но они будут обучать Константин Сичихин Руководитель рабочей группы По общественному контролю За ремонтом И содержанием дорог К этому вопросу Перейдем чуть позже В нашей студии Сейчас небольшая пауза И вернемся Продолжаем с Константином Сичихиным Общественником Обсуждать текущую повестку дня В нашем регионе Еще немного О вчерашнем мероприятии О мероприятии Посвященном созданию Проектного офиса Для обустройства Городской среды Вот вчера Из презентации Той, которая была В открытом доступе Я видела, что Одной задач Которая ставится Перед этим офисом Это привлечение молодежи Молодых активных граждан Как раз к работе Этого проектного офиса Может быть к оценке Каких-то проектов Может быть к созданию Каких-то проектов Вот вам, как кажется Молодые кировчане Они готовы будут участвовать На общественных началах Там еще как-то В каком-то формате И у нас Достаточно ли количество Той молодежи Которая способна Вообще Ну каким-то образом Повлиять На состояние Городской среды Смотрите Ситуация такая Что на сегодняшний момент Вот у нас Куда ни ткнись Везде говорят Надо привлекать молодежь Конечно Год волонтерства Молодежь Например Юноармейцы Молодежь Да Какие-либо Различные программы Такое чувство Скоро молодежи На всех не хватит Просто на все эти программы Либо это будут Одни и те же лица Просто они будут Переходить из одной Программы Из одного мероприятия В другое мероприятие Здесь конечно Надо привлекать молодежь Но здесь надо привлекать молодежь Не школьного возраста Это как минимум Студенты последних курсов Чтобы они Каким-то образом Вот проектные Например Студенты Которые учатся Сейчас на проектировщиках На профильных специальностях На профильных специальностях Вот их надо Да Привлекать Чтобы они Проводить какой-то конкурс В рамках Вот данного мероприятия В рамках Проводить конкурсы По проектированию Комфортной городской среды Именно благоустройство Дворов Парков Или еще скверов У нас ведь была попытка По-моему В процессе Она была Но она как-то Знаете Тут должно быть желание Не только Общественности Не только Вуза Но и власти На сегодняшний день Чтобы проводить Это мероприятие И это надо делать Как-то немножко заранее Когда у нас начинается Это все Давайте бегом 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 И все начинают спешить Данное мероприятие Просто так не провести И вот тем самым Вот это И заведение Вот этот центр Компетенции Он и должен Как бы Себя аккумулировать Эту информацию Проводить заранее Вот эти мероприятия Искать И студентов Тех активных Студентов Которые готовы Делать какие-то проекты Эскизы Каких-то дворов Конкурс должен быть На это И он должен Выигрывать Этот конкурс И по этому эскизу Должны делать Двор Чтобы это был Завершающий этап А не как у нас Это получается Проведут конкурс Эскиз повесили И спасибо вам большое Вот вам грамоту А дальше уже делаем Как делаем Одним словом Это должен быть Полный завершающий этап Начиная с работы студента Заканчивая тем проектом Который выиграл На сегодняшний момент Если эту цель И реализует Центр компетенции Большое спасибо Минстрою За такую Как говорится Организацию Которая будет создана В Кировской области Я правильно понимаю Константин Что вчерашнее мероприятие Закончилось как раз тем Что общественников Попросили Что называется И представители И Минстроя И регионального правительства Удалились обсуждать Финансовые вопросы Но да Хотя бы они сказали Хотя бы Приблизительные сроки Создания этой структуры В этом плане Как раз Вчера на такой ноте Все закончилось Мне честно Не больно понравилось Только по той причине Что все замечательно Начиналось Так все обсуждалось Бурно Разделили на группы Мы там И с муниципалитетами Поговорили О каких-то точках Проблемных моментов Но когда мы пришли Когда все обсудили Остался третий вопрос Связанный с дальнейшим Судьбой этой организации В какой форме Она будет И как она будет Финансировать Как-то так Вежливо сказали Что а вот этот вопрос Мы будем решать Уже без вас Товарищи общественники Товарищи муниципалитета Будут решать без нас Посмотрим Как будут решать А дальше уже Если будет это правильно С точки зрения Им решать Им деньги выделять Да Я к сожалению Тоже не видела Нигде Ни в СМИ Ни на сайте Областного правительства Пока Какой-то конкретики По дате И хотя бы там Я не знаю Приблизительной сумме Которые потребуются На содержание Этой структуры Ну и понятно По формату Ничего не понятно Константин Сичихин В нашей студии Мы продолжаем Ну давайте К вопросу дорог Все-таки переходим Что у нас происходит Я так понимаю Что сейчас Не только в Кирове Но и по всем Районам области Ведутся какие-то Ремонтные кампании Вчера я видела Где-то Сообщение о том Что 17 дорожных объектов В Кировской области Уже сданы Может быть и больше Да Как бы на сегодняшний момент У нас же не только Есть программа Безопасной и качественной дороги В рамках агломерации Города Кирова У нас есть и региональные дороги И федеральные дороги Которые надо ремонтировать Которые Также Находятся В неприличном состоянии Вот вы мне скажите Константин Вы по области часто ездите Я здесь у вас В фейсбуке Видела фотографию Из поездки в Вятскополянский район Я не знаю Честно говоря Откуда эта дорога Сейчас поясните Но выглядит она Конечно Мягко говоря Непрезентабельно Ну вот смотрите У нас На сегодняшний день Есть много Одно из направлений Это вот Одно из таких Плотно загруженных Правлений Это дорога На Вятские поляны Это направление В сторону Уржум На Линск И Вятские поляны Малмыш Туда в то направлении Так, это советский тракт Или Нет, это не советский тракт, это маленько другое направление, это тоже южное направление, только советский тракт получается советский-иранский туда уже в ходе, а у нас в данной ситуации это более в направлении Удмуртии, в сторону там даже Нема, Кельмесь, остальное ответвление есть. Вот эта дорога на сегодняшний день, она самая наихудшая, можно так ее назвать в кавычках, в Кировской области, конечно ее пытаются латать и делать периодически, но с каждым годом она все хуже и хуже, и тех денег, которые выделяются из регионального бюджета, их просто-напросто не хватает. При этом, когда мы видим, какой техникой, извините, делают эту дорогу, это тот каток, который старше меня, просто-напросто, может быть, совсем не делать такой техникой эту дорогу, либо искать каких-то других подрядчиков, а не в лице Виат Автодора на сегодняшний день, который выиграл основной контракт и является основным подрядчиком по данным ремонту этой автодороги. Так как техника на сегодняшний день у Виат Автодора в тех направлениях в ужасном состоянии находится. То есть вся хорошая их техника в Кирове работает? Ну, практически, да. На освоение федерального бюджета? Ну, если ее можно назвать хорошей техникой, то да, она практически вся находится в Кирове, да. Вся техника, которая находится в том направлении, это либо старые уже катки, либо старые укладчики просто-напросто, либо техника, которая уже давно должна быть списана, но она еще каким-то образом ездит. Наконец-то я в этом году услышал, в том году мы просто видели каток, который старше меня, который ремонтировал автодорогу в сторону Уржума. В этом году мне сказали, наконец-то списали этот каток. Смотрите, как хорошо делали технику, до сих пор работает еще. Ну, до сих пор работает, но вы посмотрите, в каком качестве она укладывает асфальт. Это просто, ну, это просто ненадолго. Хорошо, Константин, вот как руководитель рабочей группы региональной, как представитель общественного совета приросавтодоре, вот что мы можем сделать? Мы же не можем обязать правительство области оснастить техникой автодор, которые отдельная совершенно структура. Как представитель Росавтодора на сегодняшний момент, я считаю, что нам надо ускорять процесс передачи автодороги на Ижевск, в федеральную собственность. Но это отдельный большой вопрос. Это отдельный большой вопрос, но это надо ускорять. Это тем самым мы опять же освободим бюджет региональный на какую-то иную сумму. Как это произошло в сторону Афанасьева. Там порядка 400 миллионов мы практически сэкономим сейчас. И направляем на другие участки. И направляем на другие участки. В данной ситуации это примерно такой же процесс, который должен быть быстрее ускорен. При этом есть добро со стороны федерации на сегодняшний день, со стороны Росавтодора. А что провисает в таком случае? Это процесс, как обычно, у нас нет паспорта автомобильных дорог, которые обязательно надо провести сейчас. Без паспортизации никто федерацию не примет в автодорогу. Это делает региональный? Это делает региональный. Это такой же процесс, который был по автодороге в сторону направления в Пермь. Пока мы не подготовили весь пакет документов для передачи. Это откадастрит надо дорогу поставить ее, потом надо паспорт автодороги сделать. И весь пакет документов, когда соберешь, тогда только в том условии федерация принимает эту автодорогу на свой баланс. Но, сами понимаете, пока на сегодняшний день в этом направлении у нас автодорога, там частями, можно сказать, находится паспортизировано. Так, а вы задавали вопрос Минтрансу? Нет, я, конечно, задавал этот вопрос, и этот вопрос стоит на контроле на сегодняшний день. Они этим вопросом занимаются, просто какие это сроки пройдет. Может, это год, может, это два. То есть они даже не говорят в этом году или в следующем? Пока нет, в этом году точно. Точно нет? Тут, понимаете, этот процесс тоже не быстрый. Это одно дело сказать, как говорится, да, надо принять. Но другое дело, это пакет документов приготовить, чтобы еще федерация приняла. Это примерно года два сейчас. В течение двух лет этот весь процесс будет проходить. И еще Удмуртия в данной ситуации должна свою сторону таким же образом вовремя сделать, потому что должны передать весь участок дороги, начиная там от Ижевска до города Кирова. И это надо все делать в унисон. Вот как-то так. Это передача дороги. А что с ремонтом? А с ремонтом это только выделение дополнительного финансирования из регионального или федерального бюджета в региональный бюджет, да, для того, чтобы привести дорогу в норматив. По этому поводу сейчас в майских указах президента Владимира Владимировича Путина это все четко и ясно прописано, да, что до осени Минтрансу надо подготовить программу безопасной и качественной дороги, она, например, также будет называться. Но уже по области. Региональных автодорог, районных, можно так это сказать, для того, чтобы улучшить их состояние к 2024 году до 50%. Вот как сейчас у нас в рамках агломерации, конечно, улучшает до 80% в рамках БКД, то здесь задача стоит в течение 6 лет улучшить региональную сеть автодорог, регионов до 50%. Вот сейчас эта программа сверстывается, завтра как раз поеду в Ишкаралу, там будет как раз этот вопрос подниматься, в каком стадии это все находится, должен министр транспорта там быть. Это у вас будет заседание совета? Да, это будет заседание совета, это будет заседание комитета, комиссии Общественной палаты России в Ишкарале, и губернатор в гости позвал, Мариел, и завтра как раз этот вопрос будет обсуждаться, и какие-то уже предпосылки, какие-то выводы будут сделаны уже к этому моменту, потому что Мариел, она еще в хуже состоянии находится по сравнению с Кировской областью, только в том причине, что там нет даже программы федеральной безопасной качественной дороги. К ним она еще не добралась. Константин, я правильно понимаю, что пока оценки по сумме ее нет? Нет, конечно, нет. А порядок цифр, ну примерно хотя бы? Ну приблизительно, я могу только свое мнение. Сколько нам надо, чтобы привести все областные дороги в состоянии 50% ничего? Вот сколько нам надо, я вам не могу сказать, но знаю, что примерно, сколько нам надо примерно попросить из федерального бюджета, это минимум еще плюс миллиард рублей, да? Не на все, не на все, а именно каждый год плюс миллиард рублей надо просить из федерального бюджета на то, чтобы выполнить данную программу, которая в будущем будет с 1 января 2019 года работать. До 2024 года. До 2024 года. То есть 5 лет, 5 миллиардов. Ну, порядка так, вот 5 лет, 5 миллиардов, плюс те деньги, которые сейчас выделяются из нашего регионального бюджета. Вот это примерно, примерно сумма, это лично мое мнение. Это на районные дороги? Это на районные дороги. Константин Сичихин, руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог в нашей студии. Дадут больше, будет лучше. Прекрасно. Мы сейчас уходим на рекламу, потом перейдем, наверное, к другим темам. Особое мнение на 101FM Константин Сичихин, руководитель рабочей группы по общественному контролю за ремонтом и содержанием дорог в нашей студии. Мы продолжаем как раз немножко про дороги и про транспорт на этих самых районных дорогах. Я так понимаю, что в Вятских полянах говорили еще вот о чем. Большая очень проблема, на самом деле, для районов. Это транспортное обслуживание, потому что, я так понимаю, пассажирское транспортное обслуживание, потому что перевозчики уходят. Ну, вот это очень большая на сегодняшний день проблема, которую надо решать всем миром, если так это проще сказать. Это и региональная власть, и районная власть, и перевозчикам, и муниципальным, и частным перевозчикам. Ну и, конечно, общественность совместно с контролирующими органами. Только по той причине, что мы скоро с вами просто в области потеряем все муниципальных перевозчиков, можно так это сказать, государственных предприятий, которые мупы, гупы, там, без разницы, как они называются, но где есть уставной капитал со стороны муниципалитетов, либо районов. Где государство как-то участвует, да? Да, да, где участвует государство. Только по той причине, что они на сегодняшний день загибаются. Загибаются очень сильно, потому что нет тех субсидий, которые выделялись им в 2012 году, в 2013 году. Их просто эти субсидии в последнее время совсем не дают. Когда их обрезали, в каком году? Их обрезают с каждого года, в этом году их совсем нету, полностью нету. В 2017 году там чуть-чуть копеечку дали, в 2016-м чуть-чуть побольше. Знаете, они все меньше, меньше, меньше. В 2018-м их просто не стало, эти субсидии. А субсидии это за перевозку льготников, льготной части населения, по сути сказать. Тем самым ситуация, она такая в ужасном состоянии. Ну, то есть люди из районов, давайте вот своими именами вещи называть, люди из районов не могут выехать. Да они не то, что не могут выехать. Нет, есть частные перевозчики. Если ты хочешь добраться до Кирова, например, вопросов нету. Есть нелегальные перевозчики, по сути, которые стоят недалеко здесь, ты за свой счет доедешь. Платишь деньги, едешь. Но есть проблема, связанная с деревнями. Есть деревня, где там живет 15, 20, 30 человек. Туда частный перевозчик никогда не поедет. Это невыгодный маршрут ему, да. И тем самым, получается, этот маршрут обеспечивает муниципальная организация, государственная организация, да. Но при этом она в себе убыток это обеспечивает. Ей приходится покрывать вот этот маршрут своими там отдельными заработками, как они там с дачей аренды или еще чем-то. Тем самым подвижной состав не меняется, он не улучшается. Из бюджета постоянно требуется финансирование. Тем самым муниципалитет либо район оплачивает это все. Вот как раз вот с этой огромной большой проблемой мы и столкнулись в Вятско-Полянском районе на сегодняшний день. Но это не только там, она характерна для многих. Так у нас уже во многих районах, если взять, там уже просто закрывается организация, либо они банкротятся, их просто снимают. И некоторые с населенного пункта не то что добраться не могут, пешком уже в последнее время ходят, да. Только по той причине, что нет поддержки со стороны региональной власти муниципальных организаций. Так, и до чего вы договорились в Вятских Полянах? В итоге, вот смотрите, самое что интересное, когда ты начинаешь в Вятских Полянах нелегальному перевозчику предлагать, вставайте. Вот, например, КПАД, областная организация, они говорят с удовольствием, ребят, давайте мы убираем маршрут Киров-Вятские Поляны. Вы встаете на Киров-Вятские Поляны, начинаете ездить от вокзала до вокзала платить билетики, как полагается покупать билетики. Но при этом вы берете на себя еще нагрузку нескольких социальных маршрутов. Частная компания, она говорит, нет, нам это не надо. Мы привыкли вот работать от телефона, от сотового, там где-то на остановке подобрали и поехали. Они социальную нагрузку на себя брать не хотят. Они не хотят просто-напросто брать на сегодняшний раз. И заставить их невозможно. Так заставить-то их, понимаете, как бы можно. Заставить-то их можно. Главное, тут надо работать в комплексе. Когда работает в комплексе региональная власть, контролирующая организация, такие как ГИБДД, такие как транспортная инспекция, они должны просто-напросто этих нелегальных перевозчиков, ну, как говорится, жестко по штрафам проходиться по ним. Больше вариантов нету, потому что они... Потому что иначе они будут работать только на выгодных маршрутах. Да, они будут работать на выгодных маршрутах. И они же говорят, мы же не по маршруту едем, мы как заказной автобус. Вот нас группа лиц, 10 человек, заказала. Вызвала в деревню. Да, вызвала в деревню, и мы поехали. Так, извините, эта группа лиц, не сразу же 10 человек собралась. Они просто стояли на остановке и сели в этот автобус. А потом же мы с вами говорим о безопасности и о страховке. Вот недавно, если вы слышали, было в Орловском направлении, было ДТП. Пострадало там порядка что-то 6 человек. Так вот, если быть честным, да, вот это был нелегальный перевозчик. Просто про него замалчивают сейчас на сегодняшний день, да. Он перевозил людей с Кирова в сторону там Орлова или Котельнича. Попал в ДТП. Пострадали люди. Но никто же почему-то не говорит о том, что это был нелегальный перевозчик. Это везде в СМИ просто прошла информация. Было ДТП с такими пострадавшими, да. А чего ждем-то мы сейчас? Вот в данной-то ситуации. Мы ждем того, чтобы люди, вот извиняюсь, погибли, да. И тогда вот как у нас пожар, когда крупный случится, сразу идут всех запрещены. Все торговые центры закрывают. Теперь ждем, когда у нас что-то произойдет такое сверхъестественное, да, когда и потом мы начнем все нелегальных перевозчиков штормить по полной программе. Так может, мы сейчас этой проблемой начнем заниматься. И вот этот как раз момент мы старались обсудить в Вязкополянском районе, чтобы... Получилось? Ну, пока на следующий день вы обработали дорожную карту работы с нелегальными перевозчиками, да. Работы с контролирующими органами. В ближайшее время будет согласован график рейдов по нелегальным перевозчикам совместно с ГИБДД и с контролирующими органами в Кирове, да. Это в Кирове только? Да, нет, почему? Или по району? Ну, у нас все контролируют, находятся практически в Кирове. График будет составлен, график проверок будет составлен по всем районам. Да, плюс глава района пообещал в ближайшее время встретиться со всеми перевозчиками, собрать круглый стол, проще так сказать, с нелегальными перевозчиками, и обсудить все-таки их легализацию, чтобы не кнутом, но все-таки попытаться пряникам с ними найти общее понимание. Ну, понятно. В общем, люди, конечно, да, тоже на своей волне, в некотором смысле, их тоже можно понять, у них прибыль какая-то. Тем более, Константин, что дороги в области, вы сами говорите, не самые хорошие, содержатся непонятно как, автобус, который едет, извините меня, там амортизация, ремонт и все, что угодно. Почему на сегодняшний день тогда, вот я понять не могу, мы все берегем бизнес, 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 да, но при этом государственный бизнес, как в виде автотранспортных предприятий, должны датироваться из бюджета. Ну, датироваться, во-первых, из бюджета за счет того, что мы даем право нелегальным перевозчикам переездить в таком режиме, в котором они ездят. Но это, понимаете, такая тематика очень глубокая. Мы с вами сейчас все долго можем отдельно обсуждать. Отдельно, отдельную, надо делать отдельную программу, я согласна. Ну, там очень много вопросов, у меня там целая справка уже подготовлена по этому поводу, и как бы так. В общем, я думаю, что мы сделаем, да, в рамках разворота, может быть, даже программу. Константин Сичихин, руководитель рабочей группы по общественному контролю за ремонтом и содержанием дорог, член Общественного совета приросавтодория и член региональной общественной палаты регионального штаба УНФ. В нашей студии мы продолжаем, чуть-чуть у нас совсем остается. Все-таки хотелось бы еще немножко про футбол с вами поговорить. Судя по вашему фейсбуку, вы активно болели за сборную России, и я так понимаю, что... Вся страна активно болела за сборную. Делали это, в том числе, в фан-зоне на театральной площади. Были вы там? Да, я на фан-зоне постарался. Это, конечно, не скажу, честно признаюсь, я там был не весь период времени. Да, я заехал, просто посмотрел, как эта фан-зона организована, сколько там людей. Просто, ну, честно, сам лично очень сильно болел, чтобы эта фан-зона организовалась в городе Кирове. После того, когда я увидел, сам присутствовал, когда наши победили испанцев, да, я сам присутствовал, можно сказать, рядом с этой толпой, которая шла, перекрывала движение транспорта. Ну, мы все это видели, это было не совсем безопасно, я вам скажу, я ехала за рулем в этот момент. Да, это, во-первых, было не безопасно, вот вы за рулем, а я рядом с ними, можно сказать, по тротуару шел. Да, но суть в том, что на сегодняшний момент, ну, это было небезопасно. В связи с этим, спасибо администрации города, Илья Вячеславовичу, что все-таки для игры 7-го числа была организована фан-зона в том виде, в котором она находилась. Жаль, что не сделали этого раньше, вот что, не подумали. А никто же, понимаете, вот честно, никто не ожидал, что такой подарок будет со стороны сборной России, что наши пройдут в одну четвертую даже. И все же верили, что, ну, максимум, если останутся в группе, то это замечательно еще, не в последнем месте. Это зона, которая работает на театральной площади. Я так понимаю, что после финального матча 15 июля ее, ну, понятно, свернут. Ее соберут, да. Да. Нужна ли нам вообще такая площадка в городе где-то, может быть, не на театральной площади, может, где-то в другом месте, которая может мобильно разворачиваться в зависимости от требований. Ну, конечно. То есть у нас есть площадка, у нас есть Александровский сад, у нас еще где-то. Ну, вот как-то, например, мероприятия на театральной площади, особенно семейные, не совсем приспособлены для того, чтобы можно было посидеть, полежать, книжку почитать. А вот Витя, она не совсем приспособлена. Так надо сделать так, чтобы театральная площадь на сегодняшний день была приспособлена. Я проводил опрос в Фейсбуке как раз по поводу этого, а где же можно организовать фан-зону. У меня предложение. Давайте на театральной площади высадим газон вместо брусчатки. Давайте, я бы с удовольствием убрать этот весь на сегодняшний день асфальт, да, и просто сделать хорошую зону, где она будет мобильная зона, где люди могли бы собираться, как вы правильно говорите, болеть, не знаю, с большим экраном, либо приходить на какие-то массовые мероприятия, где могли посидеть, можно было мобильно развернуть там скамейки, еще каким-то образом какие-то кубы поставить. Но это должно быть как-то так выверено, да, чтобы это могло быстро и разворачиваться, и сворачиваться, если вдруг проводится какое-то там публичное большое мероприятие. Потому что у нас на сегодняшний день в Кирове нет больше площадей, где можно проводить парады на 9 мая, где можно проводить митинги какие-то различные, там, 1 мая, либо еще какие-то мероприятия, там, новогодние представления. Ну, нет больше площадок, только театральная площадь. И театральная площадь, она должна быть мобильной, приспособлена к любому мероприятию. Есть, я думаю, переносные скамейки, можно их найти. Есть много решений. В нашей студии мы практически уже завершаем. О чем хотелось спросить у вас еще. Сейчас стартовали выборы в новый состав общественной палаты. Сегодня, я так понимаю, последний день приема документов от тех кандидатов, которые идут по списку губернатора, по списку законодательного собрания. Я знаю, что вы в общественную палату выдвигаетесь, и, по-моему, может, даже подали документы. Документы по списку законодательного собрания подал. Выберут ли меня депутаты, либо нет, покажет время в данной ситуации. Но для меня, например... Если нет, вы пойдете по списку общественников, которые попозже. Например, вот, честно, для меня, например, самое важное будет не список законодательного собрания. Это вот, честно, я могу признаться, да, для меня самое важное будет список, если я по третьему списку пройду, это когда члены общественной палаты, которых изберут по списку губернатора и по списку законодательного собрания, за меня будут голосовать. Это будет признание, можно сказать, моей работы за три года, которые прошли, которых я находился в общественной палате. Выберут депутаты, будет замечательно. Но не выберут, пойдем, значит, по третьему списку. Хорошо. Из кировских действующих общественников, ярких общественников, активистов, которые работают, кого бы вы хотели видеть в новом составе общественной палаты? Я много кого хочу видеть. Ну, давайте прямо перечислим. Виталика Брама хочу видеть. Я ему неоднократно говорил, что ему надо идти в общественную палату и надеюсь, что он пойдет, подаст заявление. Антона Касанова я хотел бы видеть. Пусть он даже со своими моментами, но он тоже занимается какой-то общественной нагрузкой в своем направлении. Толю Курбатова хотел бы видеть. Светлану Занько. Потому что без СМИ нам никак в данной ситуации. И могу долго-долго много кого перечислять на сегодняшний день, с кем мы работаем, кого бы я хотел видеть в общественной палате. Потому что общественников у нас много, а тех, которые готовы отдавать себя полностью, их не так много, но есть. Константин Сичихин, член действующей общественной палаты региональной, был в нашем эфире в программе «Особое мнение». Я на этом прощаюсь. Напоминаю, что расшифровки особых мнений вы можете найти на нашем сайте. Константину спасибо. Спасибо большое. Особое мнение на 101FM